снова здраво дамы и господа на связи роман канал фрисан геймса мы продолжаем свою великую арену и сегодня у нас замена небольшая всего на один раунд почему потому что на стриме который был мы там обсуждали тактики стратегии по обороне тудым-сюдым я вроде выставил все как должен был выставить за одним большим исключением я забыл поставить оборону защиту на своем аккаунте поэтому меня там автодев и соответственно показывают там к сожалению нечего так что сегодня мы с тобой будем отыгрывать на сереге мы разбирали эту тактику говорили что у него у соперника 4 легенды в том числе лорд вейдер на секундочку против которого у меня нет практики игры за которого у меня нет практики игры но он кстати без мола что не может не радовать и у него в защите есть легенда палпатин то есть ни 1 ни 2 для нас угрозы особо не представляют единственное что у него есть палач в защите в теории но всего 4 звезды я думаю мы как-нибудь поборемся а вот он нашего палача закрыть так и не смог то есть три попытки он потратил сюда одну попытку на трауна и того он слил 4 флота я думаю что дальнейшие попытки для него собственно говоря закрыты давай мы сейчас посмотрим быстренько что у него где по крупным кораблям крупный корабль а ну палач у него скорее всего в защите стоит переговорщика злорадства он слил и кого-то еще мог слить не знаю даже кого наверное не столь важно мы если что будем пробовать контрить за злорадство с ибеновым ястребом ястреб у нас слабенький но вообще в принципе даже тушо там мы сможем если что закрыть основная задача первое закрыть лорда вейдера лорда вейдера мы будем закрывать через мдк естественно мы возьмем обоих кошек мы возьмем сюда наверное шакти и возьмем сюда а кого бы еще взять в принципе гк либо подумай по гк либо падма наверное под мы возьмем гк что нам гк в принципе можно и гк взять все опять же здесь мола нет ага как сревану еще может подойти принципе шаг ти может к сревану подойти вот падма не может подойти так вот шаг ти тогда отправить к сревану агк взять сюда да давай по идее наша задача забрать сейчас красного с этим у нас хорошо справится кошка мы делаем вот так ты посмотри какой хорошо далее мы можем в принципе по большому счету 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 снять все отрицательные эффекты таким образом мы же все таки не зря падмы брали хотя гк в принципе то же самое умеет делать ага ну а сделаем вот таким образом а мы сделаем вот так шиен мы пока что еще не успели накинуть но сейчас мы это сделаем ну это не такой сильный состав лорда вейдера чтобы как-то переживать на самом деле я говорю был бы мол можно было бы на эту тему еще подумать но мало нет поэтому переживать нам особо не стоит так пока базовыми шлепаем сейчас он ультанет скорее всего а мы ультанем после него нет он будет ждать 100 процентов все дождался ага хорошо теперь мы делаем вот таким образом не спокойненько допинаем лорда вейдера бляха как это звучит прикольно лорд вейдер хотя каждый раз когда я слышу лорд вейдер я не воспринимаю его как лорда вейдера мне почему-то сразу же ассоциация знаешь с кем с лордом волан де мортом вот не знаю почему но никак не с лордом вейдером ну как бы ты уж меня прости сдохни тварь хорошо так первый есть первый пошел тут у нас пп тут у нас сепаратисты тут у нас шахти с клонами в принципе тоже крепкий отряд здесь у нас под мы бракованная партия охотники бляха кем этих еще забирать конечно тоже вопрос давай первый порядок сюда подкинем поехали кто у нас остается а у нас же еще легенда палпатин есть тоже кого-нибудь раскидаем за легенду здесь мы наверное каким образом сделаем мы наверное дадим разочек вот так ой 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 вот это дали вот это дали вот это я понимаю это дали так далее дадим разочек вот так хера мы даем я только сейчас заметил тут таскин стоит здравствуйте а ты чё тут забыл ты братан ну-ка бы серьезно но немножко не твоя тут стезя не та контора ты не стой компанией связался брат его аж прямо если честно то как-то даже немножко жалко что ли ну что поделать таков путь задачи экономить у нас тут нет у нас есть задача пройти малак этот падма пак тут точно не вытащит а подожди а у нас же весь древон пак в атаке а что у них по эффективности 62 на энакине нет вот здесь должно быть эффективности в принципе неплохо 69 понятно но в принципе в принципе должно зайти я просто на этом аккаунте еще второй день и и я не со всеми модулями знаком а это плохо от неправильного моддинга можно прям достаточно крепко отлететь если честно вот как вот у нее 60 процентов эффективности каким образом она тут же умудрилась накинуть стан на нашего малака сколько у малака должно быть стойкости у него вообще стойкости что ли нет разбит сухи полетят так а он наверное не убьет нет убил красава не ну стойкости тут явно дико не хватает прям охренеть как не хватает стойкости мне же даже интересно сколько на нем стойкости что за пробитие такое жесткое товарищ малак товарищ малак 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 а ну понятно конечно же да ладно так ладно мысли в сторону охотники зам сами кроном сами кроном бракованная партия ппшки сепаратисты shakti бракованная партия так бракованную партию за кого мы будем забирать бракованную партию сейчас открою контры погляжу потому что бракованную партию я крайне редко встречаю на великой арене у себя в игре так бракованная партия где же вы ребятушки куда вы спрятались легенда палпатин да не хочу его брать если честно но тратить не хочу гэс неполный отряд тут гс только с двумя или там с тремя клонами к лс вообще нет древан пак уже слили имперские штурмовики нет таких зеркало жуки жуки кстати а что если попробовать бляха я конечно не уверен но здесь все жуки извини меня здесь все жуки достаточно жирные единственное что может подвести это мое неумение в принципе как контрить бракованную партию и еще что самое страшное это сраный моддинг но запреты вроде напихали я думаю что эхо стоит забрать первым вторым по-любому тех ну а дальше нам в теории то боятся уже некого я даже могу сделать вот таким образом прохил мне пока не буду давать сначала избавимся от охотника потому что он массовкой может лупануть и весь мой прохил пойдет по свезде нет базовую теперь прохил сюда разок вот таким образом и все да слушай весьма неплохо прямо хорошо жуки вор 5 умеют охотники надо будет подумать охотники надо будет подумать там все таки зам сепаратисты пп шакти с клонами бляха там маркер 8 кто у меня есть что у меня по имперским штурмовикам вообще а слушая имперской штурмовики темного конечно тут жестко не хватает а чё по скоростям 301 321 326 346 так подожди по идея по идее такие штурмовики то должны охотников раскрошить здесь вряд ли будет кто-то быстрый боск скорость до но 238 лидерка скорости не дает пока не контракт не выполнят здесь скорости много не будет зам тоже сомневаюсь подожди а 5 процентов скорости за каждого другого союзного охотника за головами за каждого другого то есть себя не считаю то есть 20 процентов скорости она получит 20 процентов к скорости это будет 267 я великий математик поэтому я открою калькулятор плюс 20 процентов 320 не гидеон в любом случае быстрее гидеон должен быть быстрее у него 326 базовая 20 от лидерки это уже 346 до что и требовалось доказать давай мы тогда наверное и и первую раскрошим хорошо очень хорошо пацаны продолжаем в том же духе блин нам патрульный неплохо разгонит давай лучше ошеломление нам хорошо продолжаю в том же духе а здесь без разницы здорово великолепно так справились дальше что у него позади сейчас мы откроем и посмотрим на что мы можем рассчитывать а на что не рассчитывать бляха вот как раз тот вариант когда я говорил что старую республику к в может забрать но когда есть реликтовый за руб за албар и машка все становится на порядок хуже здесь еще и бася к тому же мотма эваки чир по сами кроном нет да чир по сами кроном охренеть так ладно это надо покумекать это надо подумать здесь еще будем разбираться мне надо забрать сепаратистов и надо забрать шакти с клонами шакти с клонами в принципе наверное сюда можно палпатина наверное отправить сватом чисто на двоих ну а кто-то может наказать вряд ли там кто-то накажет так мы сюда дадим генератор щита свяжем рекса свяжем наверное эрка афайс в любом случае сейчас провокацию получит поэтому файл за и нет смысла связывать делаем таким образом да ну хорош ну чего его бьет а ну да у них выбора то нет не страшно не страшно я в курсе что они получили прибавку за счет файл за ничего страшного нет мы этих повяжем а сейчас шаг ти просто-напросто уничтожим смотри дожил до ульты все таки до свидульки братан есть контакт далее папа 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 завелся двигатель бляха его кисами крона меня напрягает у нас на самом деле есть еще охотники и это же между прочим за это же между прочим с омикроном которых мы наверное сейчас и используем единственный нюанс что я не очень то как бы до за охотников но я думаю мы все таки справимся мы сделаем вот таким образом дальше мы блин мы наверное получим провокацию чтобы дуку долбился если что сюда дадим всем горение запреты на кого получится на дуку в такой пачке конечно бесполезная тварь а вот но ты какой ладно ладно тебе ты подожди гаденыш сейчас я выполню контракт тебе твой как не понравится пум а вот и контракт приехал ой да перестань держи бомбочек еще немножко я еще могу сделать вот так а еще вот так могу сделать и вот так могу сделать внешне жалко держи еще не могу его так сделать и вот так разок и все охотники способные ребятки так здесь у нас остались в принципе ппшки ппшки я не могу сказать что это прям что-то вова но тем не менее мотма 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 а мотма подожди а ситхи трейлер 5 типа вот так так типа да я только не посмотрел на талан есть омикрон или нету давай сюда наверно в первый раз наверно таким образом них велосисион конечно слабенькие но я думаю они выстоят у них и уже ульта практически готова что не может не радовать мотма мотма практически откисла прячься а ну-ка теперь попробуй воскреси посмотрим как это у тебя получится так отлично а не нормально живы будем не помрем а только не талан хорошо дукич спас дукич спаситель а здесь надо подумать но сюда по идее можно империю закинуть на самом деле особо даже не переживая в теории я переживаю я ни разу а если так мараджейд на секундочку имеет 5 ты звезд поэтому как бы должна себя проявить да пятая звезда зарешала конечно так старая республика старая республика старая республика да слушай мы тут как бы нормально наказываем я думаю мы пойдем таким составом а первый порядок мы тогда за гэса да да притом не полной бригадой возьмем и зарешаем я все равно хочу машку забрать это первый раз вижу чтобы старики были в реликах я понимаю для чего это для ебенового ястреба но все равно вижу первый раз такое опять же я в кайбере не играю это какое блин у него хп полная ну давай глаз сделаем и вот так до свидульки дульки дульки есть отлично далее да а так у нас а что далее у нас только первый порядок остался и надежды на флот потому что что мы ему ловушку императора устроили это не значит что мы не попадемся в такую же правильно правильно ну пусть поучаствует ну блин ну ну блин ну серьезно но как бы все идут в бой а он чё пусть тоже будет ему же хочется тем более что газа здесь не просадят а если газа не просадит то он не умрет а если он не умрет то мы за него стяги не потеряем кстати за защиту х мы с него точно не потеряем что у него защиты банально нет прикольно же прикольно да ты какой провокацию хотел снять не вышло в дышло коромысла все затащили ну давай покажи своего палача в 4 звезды он же у тебя в защите а чё такой маленький кораблик а в защите падла прикол в том то что за переговорщика у нас не получится сделать у нас нет умбарского серьезно у нас нет умбарского единственный вопрос пробовать ли брать седа здесь в основу а у нас его и нет чтобы его брать а как так нет он в защите что ли точно полин немного не туда подожди давать здесь массовку а какой смысл хотя там мы сняли защиту залили шкалу хода боску то есть он быстрее сходит и быстрее скинет провокацию ну мне это уже бесполезно как они так быстро контракт выполнили у меня тут только ульта спасет а я боюсь что у него ульта пораньше подоспеет но почему именно в него бляха бляха от сандалика если я зайду зайду сюда забивает добивать за переговорщика то кем я буду забивать забирать акбара добивающим так так и а смогу ли я задубивающего или может добивающего туда пустить у него в принципе осталось вот все три корабля у нас танка нет выглядит все не так уж тест но в принципе давай попробуем хер с ним опять забыл кого из них надо брать вот этого на ну кого еще сюда можно подпихнуть бляха я тебе говорю сами же попались в эту же ловушку потому что он барского у нас нет на сумбарский истребитель пи первого уровня five с первого уровня куда ну куда ну что вы делаете ну не может хоть этого убьем но уже всяко разно вперед и Да. Сука, допивающий все-таки не зря он допивающий. Ну и здесь мы тогда переговорщикам уже забираем. Вот это я, конечно, нормально так сернул сейчас. Видишь у нас какой крепкий умбарский? Вот что мне с этим умбарским делать? Ничего. С другой стороны, был бы у нас умбарский, мы бы взяли ведролёт в основу и просто-напросто бы зачистили с первого раза. Палач в 4 звезды против такого ГР не сказать, что прямо какая-то страшная сила. Я думаю, злорадство можно было, возможно, как-то и поаккуратнее отыграть. Я же ещё тот специалист в плане палача. Я ж только учусь. Угу. Да, всё, это победа. Фу. Да, было потненько. В один момент я даже напрёкся. Хорошо. На этом мы тогда закончим Серёгу. Следующие раунды уже пойдём играть за основной аккаунт. Ну и, конечно же, Тоха. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Сцепь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. Субтитры сделал DimaTorzok